МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами профессиональные BMX-райдеры. Это Ирик Рязаев и Константин Андреев. Здравствуйте! Здравствуйте! Ирик Рязаев и Константин Андреев. Костя начал кататься в 2007 году, одолжив велосипед у друзей. Спустя короткое время он обзавелся не только собственным инвентарем, но и солидным набором трюков. Начав выступать на российских и международных турнирах, Костя Андреев постоянно оказывался в тройке призеров. Со временем он закрепил за собой звание одного из лучших райдеров страны. Ирика Рязаева называют самородком из Казани, ворвавшимся на мировую арену BMX. Он начал кататься в детстве и уже подростком получил статус профессионального райдера. На сегодняшний день Ирик Рязаев – обладатель множества наград и титулов, в числе которых «Лучший райдер» и «Лучший парк райдер года». Что вас привело в Владивосток, как собираетесь здесь проводить свое время? Мы приехали на экстремальный фестиваль «Мосты». Будем судить ребят местных, покажем несколько своих трюков. Специально приехали пораньше и уедем попозже, чтобы было несколько дней свободно посмотреть на город. У нас давно было желание посетить, но никогда как-то не получалось, не было времени, были другие планы. А тут, наконец, вот мы здесь, на другой конце России. Мы всегда летели столько, сколько до Нью-Йорка. Только там через Ген, а здесь мы все еще в России. Это интересный факт. Да, но, кстати, ваша жизнь ведь связана с постоянными перемещениями. Я все поймал на мысли, что для меня перелеты – это как в трамвай запрыгнуть и прокатиться. То есть уже можно спокойно начинать день в Москве, там делаю какие-то свои дела, потом срочно самолет лечу в Питер и продолжаю. То есть также здесь нет такого, что самолет – это вау, как поездка в метро стала. Ну да, и в сезон. У нас каждые выходные у нас какие-либо соревнования, и бывает так, что они на разных концах света, и приходится постоянно летать. Вошел в олимпийскую программу не так давно, BMX. А в связи с этим что-то в структуре самого вида спорта, не знаю, может быть, какая-то подготовка или какая-то стратегия, что-то обсуждаете, что происходит внутри спорта? Я бы не сказал, что мы реально чем-то поменялись. Мы росли не с мыслью о Олимпиаде, мы занимались тем, что мы любим, и это был уличный вид спорта, и никто даже не рассчитывал на то, что он когда-то станет олимпийским. Он стал, мы стали серьезнее к этому относиться, но никакой прям лютой подготовки не поведутся. Ну, конкуренция все же. Ну, конкуренция, да. Это более посерьезнее, потому что на Олимпиаду из России, скорее всего, поедет только один человек, а претендентов довольно-таки много, ну, то есть 3-4 человека. Понятна система, по которой будет отбор происходить? Да, 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 она уже давно прозрачная, единственная. И есть шанс, что поедут два человека от России, если мы немного напряжем. Ну, не такой, один к девяти, на самом деле. Будет очень много отборочных соревнований, и они начнутся через два месяца на Чемпионате мира в Китае. Это будет первое соревнование, которое отборочное. В следующем году будет их порядка 15 по всему миру. Ну, в общем, в ноябре у нас начинается, и весь 19-й год. Видно, что большинство райдеров, они нашли цель, и они к ней идут. Они реально стали серьезнее тренироваться, серьезнее выступать, серьезнее относиться к делу, чем раньше. Ну, и мы, в свою очередь, тоже. Если раньше это был такой прям фристайл-фристайл, то теперь это тренировки, теперь это подготовки, но не такие жесткие, как у других ребят, которые действительно росли с идеей Олимпиады. Если говорить о развитии BMX в России, вот на этом этапе, какой сейчас период переживает вид спорта? За последние несколько лет он нереально вырос. Вообще вот за последние пять лет. То есть пять лет назад во всем мире не знали, что в России существует BMX. А сейчас у нас... Нас боятся. И если пять лет назад кто-либо из русских ехал на какие-нибудь зарубежные соревнования ближайшие, это было прям вау, все по всей России шумело, а сейчас мы ездим каждую неделю. И всем пофиг. Все привыкли. Да, все привыкли. И на сайт даже немного обидно. Я помню, я выезжал на соревнования, и мне там за день могло прийти до тысячи сообщений ВКонтакте с поддержкой, с какими-то словами поздравлений, даже неважно, какой результат займу. А сейчас уже вообще ноль. Ну, действительно просто ноль. Едешь на соревнования, на Кубок мира, и привет только от мамы получаешь. ВКонтакте. Да, тебе пишут только, если ты что-нибудь занимаешь, а если ты ничего не занимаешь. И то, если ты выложишь фотографию с Эдди, как в комментариях, типа, вот там красавчик. Сейчас же невероятное количество классных видео снимается, по которым можно и учиться, и вдохновляться, и так далее. А когда вы начинали, это все было на уровне... На уровне вышел во двор, взял велосипедник, и вот полет фантазии, куда Парак взял, повел, то и пробуешь. Ну, не совсем. Я смотрел видео всякие зарубежные, правда. Ну, есть такое ощущение, что сейчас все более ограничены. У меня не было, например, в детстве желания написать кому-то старшему, спросить, как делать трюк, а сейчас любой ребенок, он не хочет сам доходить до этого, он ищет какой-то легкий способ, пишет, говорит, слушай, научи, какой секрет, как вообще, что сделать, чтобы за один день научиться. Мы просто катались, мы сами что-то придумывали, сами доходили. Ну, да, и раньше я там... Ну, я, по крайней мере, не думал вообще о этих высотах, о возможности, я не знаю, путешествовать с велосипедом по миру, соревноваться с мировыми звездами. Я просто смотрел, как на каких-то вообще легенд звезд, просто с такими глазами, и ехал кататься. Вот, и потихонечку это как-то... Как-то дошел... Ну, мы вот как-то дошли до этой мировой сцены, и мы находимся там. Да, как-то все, жизнь резко поменялась. Не очень резко. У меня не было загранпаспорта, я всю жизнь был уверен, у меня не пригодится. Я не учил английский, ничего не делал. Зачем мне? Я все равно в России всю свою жизнь проведу. А вот теперь за 4 года 3 загранпаспорта. 50 стран. Ну, как-то вообще перевернуло. Я знаю, что у вас вообще какой-то уникальный случай в том плане, что вы на серьезные соревнования начали ездить там буквально подростком, тинейджером и в сопровождении родителей. Что, наверное, говорит о том, что они изначально вас поддерживали? Ну, не совсем. Не совсем? Впервые я поехал в чемпионат России. Вот на чемпионат России, да, в 13 лет поехал в Красноярск с мамой. Единственный раз, когда мама со мной поехала. Очень ей благодарен за это. Вот. И там насмотрелся на ребят, загорелся. Прям как-то нереально. После этого каждый день катался, мне кажется. Причем так же, просто с мыслью, что, блин, это круто. Это реально круто и это очень приятно. Этот безумный ребенок в 13 лет был как бы украдой. Мы с ним так и познакомились на этих соревнованиях. Я до сих пор помню, что он прыгал то, что мне было страшно. А я на тот момент уже много лет катался. Прям такой безумный ребенок, 13-летний, прыгает все, делает все. И все ребята ходят такие, а вы видели этого парня? А вы видели этого школьника? Как-то так. И после этого я начал потихонечку по России ездить. И лет в 15 впервые выехал за границу на международные соревнования. И потихонечку, потихонечку как-то это все продолжилось. Как происходит общение внутри сообщества российских BMX-еров? У вас какая-то конкурентная среда или это в большей степени дружба? Какие-то отношения такие, поддержки взаимные? Я думаю, дружба и взаимной поддержки. Это что мы, опять же, знакомы все много-много лет. То есть мы все знакомы, все хорошо друг друга относятся. На контесте там, возможно, так это. Типа мы думаем больше о себе, но мы поддерживаем друг друга в это же время. То есть мы друзья, мы не становимся такие, что все, взгляд убийцы. Ну да, это всегда дружеская атмосфера, если честно. Приезжаешь в скейт-парк и всегда это какая-то движуха. Мы всегда веселимся, вместе катаемся, смеемся, делаем трюки. В общем, максимально приятно, если честно. И это одна из сторон этого спорта, который мне очень нравится. И не только в России, по всему миру. Это такая вот плотная комьюнити, которая поддерживает друг друга. Где бы ты ни был, вот я, например, приехал в Америку сейчас. И в итоге просто там познакомился с другим BMX-ером, который оказался с Владивостока, но он в Сан-Диего. Он такой, приезжай ко мне жить, если оставайся на подольше в этом. И так происходит везде. То есть я так же жил и у американцев, которые просто там, и где-то в Европе. То есть настолько все хорошо друг друга относятся. Ну да. Космос какой-то. Сейчас вообще ни на что не променяю BMX. Вот просто, ну, это такие ощущения, от которых я никогда в жизни не откажу. Даже не то, чтобы там адреналина и еще что-то, а именно... Сейчас уже у меня особо нет адреналина. Это, наоборот, какая-то идиллия с велосипедом. Я его чувствую, ну, просто как продолжение себя. Вот, и покататься по парку, по какому-нибудь полетать, это, ну, чувство, которое ни за что не променяет. Да. Придение еще лучше будет. Да. Какое соотношение вот в вашем опыте трюков, которые вы уже осуществили, и тех, которые еще планируете освоить? Все ли вершины уже... Нет, конечно. ...сложны. Нет пределов совершенства, потому что мы реально катаемся без какой-то, мне кажется, определенной цели, что нужно там сделать самые крутые трюки в мире и придумать что-то новое. Мы просто приезжаем, мы чувствуем велосипед очень хорошо, и в какой-то момент там открываются новые возможности, новые комбинации, и это как-то происходит в один момент, как ты такой, о, хочу это попробовать, и есть, я определенно уверен, что это получится, это сработает. Каждый год новые трюки, каждый год это новые трюки, которые никто в мире никогда до этого не делал, никто даже не думал, что это возможно. Вот, и когда мы его достигнем, я без понятия. Потому что 10 лет назад никто и подумать не мог о трюках, которые сейчас делаются на соревнованиях. Никто даже... Да даже 5. Ну, просто представить себе не могли, что такое возможно. Сейчас это норма. А вообще, насколько в целом спортивного образа жизни от вас требует ваша дисциплина BMX? В нашем случае мы катаемся каждый день по 5-6-7 часов. Ну, сейчас чуть меньше, но когда мы в форме, ну, тренинг в сезон, мы 5-6 часов в день. И этого вполне достаточно, потому что мы не устаем на велосипеде, в принципе. У нас это уже настолько обычно тренинг как ходить становится. Не, ну, вообще, если честно, нужно заниматься в зале, да, но мы лентяи и не занимаемся. Вот, ну, да, естественно, когда ты катаешься, ну, слушай, когда ты говоришь, что ты 5 часов катаешься и не устаешь, это значит, что ты недостаточно тренируешься. Нет, значит, я подошел до такого уровня, что... Нет, 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 а потом на соревнования приходишь и подыхаешь. Я не подыхаю на соревнованиях, у меня вообще все равно. А вообще, получается, тренерское звено как таковое отсутствует, да, в вашей жизни? То есть вы сами себе тренеры, да? Да. И даже с приближением Олимпиады не появятся какие-то там условные тренеры, которые... Условные появились. Да? Да, условные. До сих пор. Ну, потому что никто... Не знает, это лучше нас. Ну, да, никто лучше нас в этом не разбирается, даже близко, то есть. Ну, хотя, я думаю, нам не помешали бы тренера, которые занимались бы как раз нашей общей физической подготовкой, там, питанием, грубо говоря, еще что-то. Ну, то есть, скорее говоря, дело, что обо всем, о нашем физическом, о нашей физической форме, которая не касается велосипеда, потому что его не касается, нам может тренер помочь. Да. Правильно, как питаться, там, может, какие-то тестировать, протестировать, какие группы мышц работают и что нам нужно, чтобы там лучше чувствовать себя в эту минутную попытку. Ну, наверное, будут такие. Ну, я думаю, это все-таки первая Олимпиада, и нас не хотят трогать лишний раз, потому что мы привыкли в своем ритме работать, и вполне возможно, если они вмешаются, то все испортят, и нас просто сломают, потому что мы, ну, реально, к другому ритму привыкли уже за 10 лет. И будут больше концентрироваться на следующих поколениях, на следующей Олимпиаде. Ну, по крайней мере, на следующей Олимпиаде, да, потому что... И будут взращивать уже убийц маленьких. Можете описать свой идеальный соревновательный день? Вот что для вас комфортного? Сколько проснуться, там, как? Идеальный прям? Да. Идеально это утром прилететь, выйти в самолет, доехать из скейт-парка, выиграть и домой. Давайте, наверное, напоследок, может быть, есть какие-то слова, которые для молодых райдеров, начинающих, вы могли бы сейчас сказать, а им было бы полезно это услышать? Если любить то, что ты делаешь, отдаваться этому на полном, то все само собой получится, и ты станешь чемпионом, и все у тебя сложится. А если вот так вот пройти какую-то корыстную цель, и споткнешься раньше времени. Надевайте защиту. Защита обязательно. Шлем защиты. Да, шлем — это неотъемлемая часть. Вот это был ценный совет. Спасибо большое, что заглянули к нам в гости. Хорошего вам времяпрепровождения в Международной Востоке. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok